Всем привет! С вами я, Майя Майска, и сегодня покажу, как очень быстро и относительно легко упаковать огромную-огромную коробку. Бывает так, что мы идем на праздники, и знаете, бывает, сама упаковка производит впечатление не меньше, чем, собственно, подарок. При этом упаковка крупногабаритных подарков обычно стоит немало, и, я думаю, каждому из нас не повредит такой навык. Будем делать бантик и будем упаковывать саму коробочку достаточно крупных масштабов. Ну что, давайте начинать! Итак, друзья, вот такая у меня немаленькая коробочка и вот такая супер-классная упаковочная бумага. По-моему, очень красивая бумага. К ней я подобрала офигенно классный бантик, и давайте пробовать, что же из этого получится. Беда вся в том, что если вы не покупаете оптом упаковочную бумагу, она идет вот в таких листах. То есть ее количество достаточно ограниченное. Ничего страшного, если у вас маленькая коробочка, но если придется делать что-то масштабное, здесь уж нужно как-то выкручиваться. Что придумала я. В общем, выбирайте самую длинную сторону и прикладывайте к вашей коробке. У меня высоты рулона как раз хватает на высоту коробки, но, соответственно, у меня будет пустой верх и пустой низ. Поэтому вначале мы сделаем закрытие верхней крышки, потом нижней, и только потом закрепим вот эту вот бумагу. Итак, ребята, смотрите, что у меня получается. Я заклеила одну сторону, вот эту длинную, и вот эту верхнюю. Теперь мы можем обернуть нашу коробку с остальных трех сторон. Чем, собственно, и займемся. Еще важный такой момент. Нужно по краешку, видите, оставлять, не важно, ровно вы тут обрезали или как я, оставлять вот такой вот заворотик. То есть не отрезать ровно по ребру коробки, а чтобы было чуть-чуть больше, тогда ваша упаковка будет особенно аккуратной. Вот еще важный момент вылез по ходу пьесы. Я обычно бумагу покупаю в рулонах, поэтому могу, ну, имея выбор, да, у меня есть запас. Но в этот раз я купила короткие кусочки, и вот что обнаружила. Видите, бывают такие бракованные полоски. На самом деле это не принципиально, потому что у нас будет еще декор, но чтобы вы были к этому готовы, когда покупаете бумагу, если вам нужен идеальный результат, покупайте либо несколько кусочков, либо сразу разворачивайте и проверяйте. Итак, широкие поля все же рекомендую делать на полу, потому что видите, сколько в итоге нужно места, чтобы и бумагу разложить, и в итоге покрыть все стороны коробки. Когда вы отмерили, что вот как раз хвостика хватает, вот здесь лучше, конечно, на двухсторонний скотч, но я буду прихватывать маленькими такими кусочками на обычный, самый обычный канцелярский скотч. В общем, ребята, подбирала я, подбирала ленту, безумно хотела желтую. Все-таки ее нашла. Берите контрастные цвета, они выглядят лучше всего. Пропускаем под донышко коробки ленту. Не нужно делать никаких скрещений, просто пропустили, и вот здесь вот горячим клеечком заклеили. Вот таким образом натяжку второй кусочек, чтобы не было выступающих швов. Итак, ребята, сейчас очень быстро покажу вам, как сделать бантик. Отрезаем кусок ленты, его размер определяем, исходя из нашей верхушки коробки. То есть вам нужно вот пополам сложить, и это будет ваш первый лепесток бантика. Его размер не могу вам назвать, потому что все зависит от коробки. Только после примерки вы сможете определить, какой должен быть размер. Теперь вот здесь вот нужно склеить ленточку вот в такое кольцо. Небольшой кусочек захватываем, капельку клея закрепили. Колечко наше готово. Теперь делаем, теперь его вот таким образом складываем, еще раз примеряем, чтобы с размерчиком все сошлось. И собираем в такую гармошку. Видите? Просто вот здесь чуть-чуть капаем клеем, чтобы он вот таким образом зафиксировался. Таких петелек нам нужно минимум 4, остальные будут немножко другого размера. Итак, берем первые 2 петелечки, выкладываем по диагонали и смотрим, как мы хотим, чтобы выглядел наш бантик. Их можно разместить вот таким образом. Вот видите, он получается визуально достаточно симпатичный, когда мы смотрим на подарок. И вот таким образом навкрист закрепляем на горячий клей. Итак, смотрите, крестик закреплен. Сверху он выглядит как-то не очень, а вот сбоку в самый раз. Следующие петельки будут чуть-чуть меньше. И я рекомендую каждую следующую вырезать, исходя из текущей потребности визуальной. То есть, если вы нарежете сразу готовых, можете промахнуться с размерами. Итак, теперь дополняем наш бантик. Тоже делаем вот такую петелечку. Только кончик, видите, я немножко обрезала, чтобы не было лишнего объема. Петельку размещаем, где нам больше нравится. Вот, допустим, у нас свободные места. Но тоже здесь нужно сделать вот такую складочку. И тогда петелька будет немножко, видите, бантик будет приподнят. Так продолжаем наращивать объем нашего бантика. Так, значит, смотрите, с объемом я закончила. И теперь вот тут некрасивое такое место. И вообще бант выглядит не очень. Но если на него смотреть вот так, то все будет очень даже очень. Еще одну петелечку помещаем вот сюда вот. Не забываем вот здесь поставить несколько капель клея под ленту, чтобы ваш бант никуда не съехал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...